Всем привет! В эфире УниверНьюз, а в студии Артём Князев. О событии из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Новые правила при поступлении в ВУЗ. Ученые КФУ разработали катализатор для добычи тяжелой нефти. Чем опасен микропластик? Новый учебный год, новые правила. 25 сентября вступает в силу приказ об изменениях в правилах при поступлении в российские ВУЗы. Кого затронули новые правила и каковы основные нововведения? Смотрите в следующем сюжете. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выпустили приказ о новых правилах приема в ВУЗы на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступают в силу с началом нового учебного года в 2020 году. Правила приема будут регулировать порядок приема в ВУЗы Российской Федерации на 2021-2022 учебный год. Они утверждены Министерством юстиции и вступают в силу с 25 сентября. Список изменений коснулся как абитуриентов, так и работников ВУЗа. Одним из самых важных изменений стали даты, когда на сайте университета появится информация для поступления в ВУЗ в новом учебном году. Всю информацию о приеме следующего года мы должны будем на сайте разместить до 1 ноября, в то время как, скажем, прошлым порядком этот срок предусмотрен 1 октября. То есть план приема, количество мест для бюджета, для контракта, минимальные баллы. Изменения также коснулись и абитуриентов. Так, у будущих студентов появилось больше вариантов, на какое именно направление подать заявление для поступления. Абитуриент, вот если раньше мог подать в 5 ВУЗов и по 3 направления в каждом ВУЗе участвовать в конкурсе, то сейчас это количество направлений в каждом ВУЗе увеличивается до 10. Здесь фокус в чем? Не у каждого абитуриента будут те вступительные испытания в виде ЕГЭ, которые он может предъявить для того, чтобы участвовать в конкурсе. Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ заметил, что с новым порядком поступления у студентов будет больше вариантов, куда же все-таки пойти учиться. Также он отметил, что перед подачей заявления абитуриентам стоит внимательно изучить новые правила. Ему легче позвонить, чем разобраться с тем объемом информации, которая представлена и в порядке приема, и в правилах приема каждого ВУЗа. По этой причине те ребята, которые попытаются приступить к этой задаче, они будут испытывать сложность определенную. Но те, которые смогут разобраться, они смогут применить эти правила с большей эффективностью. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном портале ведомства. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Добыча и переработка тяжелой нефти создают множество непростых задач, но ученые Казанского федерального университета предложили эффективное средство решения. Все подробности далее. В настоящее время добыча легкой сырой нефти становится все сложнее, и на ее смену приходит тяжелая нефть. Она плотная, высоковязкая, и это создает проблему в ее извлечении. Ученые приоритетного направления эко-нефть Казанского федерального университета разработали катализатор на основе медиа, который поможет справиться с непростой задачей. Новый реагент поможет повысить потенциал процесса переработки нефти на месте. Катализатор для внутрипластовой переработки, который мы предложили, обладает рядом существенных достатков. Основные из них – это легкая растворимость в нефти, когда он находится уже в товарной форме. Далее он обладает более высокой каталитической активностью, а также очень прост в изготовлении и, собственно, является дешевым. Катализатор на основе стеората медиа уже проходит апробацию на некоторых месторождениях Республики Татарстан. Отметим, что исследование получило грантовую поддержку Российского научного фонда. Первоначальный план исследований, то есть когда мы только-то начинали этим заниматься, мы самостоятельно это все развивали. Далее мы получили поддержку Российского научного фонда, то есть у нас было как минимум уже два проекта. Один мы завершили с успехом, второй сейчас находится в апробации. Дополнительно, конечно, к тому, что мы изучаем, мы пытаемся понять, насколько добавление катализаторов будет смещать определенные температурные интервалы реакции, как будет влиять на начало окисления. Используем вариативные методы, дорогое оборудование для термического анализа, прецизионное, очень точное. Использование разработки ученых Казанского федерального университета поможет решить актуальную проблему в нефтяной промышленности, поскольку легкая нефть быстро истощается, и необходимость в извлечении тяжелой нефти остается высокой. Тяжелая остается под землей, ее не выкачать ничего, то есть с традиционными технологиями нефти, с ней ничего не сделать, поэтому используется технология внутрипластового горения. Но в данном случае мы ее как бы модифицируем. То есть модифицируем технологию внутрипластового переработки для того, чтобы сделать ее более эффективной, более стабильной и более плавной. Подробности исследования были опубликованы в журнале Energy. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Средний житель Земли съедает и вдыхает 330 микрочастиц пластика в день. Микропластик есть в полярных льдах, водопроводной воде, меди, соли, организмах морских черепах и комаров. Пластиковый пакет, который со временем распадается на мелкие части, обнаружили даже на дне Марианской впадины. Звучит пугающе. Но хуже всего, что пока не доказано, вредит ли микропластик напрямую здоровью человека. Вместе с учеными наш корреспондент разобрался, в чем опасность загрязнения планеты пластмассовыми частичками. Сейчас в мире производят около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, и большая его часть оказывается на свалках. Посчитать точно, сколько микропластика попадает в океаны, сложно. Только по некоторым оценкам это примерно 17 миллионов тонн в год. Пластик не разлагается в прямом смысле. Он устойчив и лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы. Микропластиком называют любые пластиковые кусочки, размером от 5 миллиметров до микрометра. Пластмасса производится уже на протяжении многих-многих десятков лет, порядка 50 лет. И всплеск большого производства пластмассы как раз привел к тому, что большое количество микропластических частиц выплеснулось на экосистемы. Несмотря на масштаб, проблема микропластика пока не звучит так громко, как тема глобального изменения климата. Впервые о микропластике заговорили еще в 70-х годах, но крупные работы появились лишь 15 лет назад. Сейчас появляется все больше фактов, и все чаще заявляет как раз Всемирная организация здравоохранения о том, что проблема существует. Мы до конца не понимаем ее масштаб, до конца не понимаем, как может влиять. Но в целом появляются еще, повторю, исследования, которые показывают негативное влияние микропластика на наше тело. Хотя непосредственный вред микропластика для крупных животных пока не доказан, ученые уже показали, что он влияет на природу в целом. Мелкие животные поедают частички, обросшие водорослями или бактериальной пленкой, принимая их за еду. Пластик накапливается у них в пищеварительных системах, отчего они гибнут. А это, в свою очередь, разрушает всю экосистему. Экосистему опасность пластика именно в том, что он долговечен и в ходе различных физических или климатических условий он распадается на менее частиц микропластика, которые впоследствии при потреблении животными усугубляют их жизнедеятельность, в частности, доводят до того, что они просто погибают. Но этот вред оказывается не только на нашу экосистему, но и на человека. В 2018 году группа ученых из австрийского агентства по окружающей среде Ивенского университета проанализировала образцы стула добровольцев из восьми стран. Выяснилось, что в каждом образце находились микрочастицы девяти различных видов пластика. В ходе эксперимента ученые установили, что все участники исследования употребляли продукты питания, упакованные в пластиковую обертку, или пили воду из пластиковых бутылок. Это первое исследование подобного рода, подтверждающее, что пластмасса в конечном итоге попадает в кишечник. Он сам по себе может выделять достаточно токсичные продукты, например, бисфенол-А или, например, фталаты, которые способны вызывать разрывы ДНК. А это, по сути дела, означает мутации. И эти мутации могут привести, например, к перерождению клетки в опухолевую. Так как же уменьшить количество пластика на нашей планете и обезопасить себя? Ученые сходятся во мнении, что по всему миру нужно налаживать контроль за пластиком на всех стадиях его существования. От производства и использования до утилизации. Без этого он в огромных количествах попадает в природу. Поэтому сейчас, как никогда, важно начать раздельный сбор мусора. Этот шаг прямо сейчас можешь сделать и ты. Диана Шилова, Фарид Захит Аглы, Ленардо Бельтьяров, Универ Ньюс. Порадует ли еще казанцев теплая погода в сентябре? Смотрите в нашем следующем сюжете. После долгих холодов в Казани, наконец, наступит бабье лето. Комфортная погода наступит 23 сентября и продержится еще около 7-10 дней. Температурный фон будет на 4 градуса выше климатического. Дневные температуры будут досягать иногда до 19 градусов. Ночные, конечно, будут пониже, порядка 6-7-8. К слову, 22 сентября – день осеннего равноденствия, после которого день начнет убывать. Солнечное сияние ограничится, и это приведет к увеличению облачности и преобладанию пасмурной погоды вплоть до февраля. На этом все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok